Представители знака Зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз – гороскоп на неделю с 11 по 17 марта. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И у нас сегодня колода добра, изображения и значения карт, которые построены с позиции позитивной психологии. Вот давайте будем добрее к самим себе, милосерднее к собственной душе. Позволим себе право ошибаться и при этом идти дальше. Пусть всё плохое, грустное, нехорошее уйдёт из вашей жизни и освободит место для новых свершений, для самого лучшего, для вашей мечты, для вашего вдохновения, для исполнения желаний, мои дорогие Водолеи. Давайте узнаем. Первую карту достанем. Это будет направление, может быть, в течение этой недели для вас. Ну или как карты видят ваше настроение. Возможно, мы говорим, что важно знать, может быть, чего вам придерживаться, какой концепции. Ну или энергетику, как видят карты, для вашего знака на неделю с 11 по 17 марта. Итак, что важно знать? Неожиданности, мои дорогие, или чего не избежать, мы говорим. Чему сейчас не время или что вам может помешать на неделе? А что вас будет радовать, что вам будет помогать? Достанем карту. Что же скрыто? Может быть, вы не придаёте чему-то значения, или кто-то от вас что-либо скрывает. И смотрим энергетику. Дело, работа, бизнес. Энергия денег на неделю. И личная жизнь. Итак, что же в центре внимания? Вестник воды. Вообще, сама по себе радость. И у нас конёк морской. Это как раз один из символов радости, каких-то приятных новостей. И, кстати, хорошего настроения. Карта сама по себе, надо сказать, и не крупная. Она не говорит о чём-то продолжительном, но в целом как будто порадоваться будет за что или за себя, мои дорогие. По этой карте могут проходить и какие-то комплименты, например. Или какой-то подарок. Или, например, события, счастливое стечение обстоятельств каких-то. Ну, пусть карта не говорит о том, что мы будем основываться на каком-то событии, информации, новости. Но, в принципе, когда, знаете, романтика, мои дорогие, рыцарство проходит по этой карте. Одним словом, позитивная карта. Давайте узнаем неожиданности. Вот в этой колоде карт, карта башни называется опасность. И, видимо, где-то не замечтаться. Может быть, вы кого-то сможете идеализировать. Или захочется вам, мои дорогие, с учетом карты Вестника Воды откликнуться как будто взаимностью. А нам карта говорит рановато. Наверное, не время поспешным действиям. С другой стороны, не время, может быть, завершать что-то одно и поддаваться импульсу, соглашаясь на что-то другое. Это неважно, какой сферой будет касаться, потому что обстановка вокруг вас может меняться. Об этом нам говорит карта башни. По карте башни нам как будто предлагают признать то, что в каком-то вопросе мы могли одержать поражение. Или не стоит пробовать еще раз какой-то вопрос, как будто начать заново и попытаться там выиграть. Или, будем говорить, ну, как-то в свою пользу переломить кардинальную ситуацию. Нет, здесь нам говорят о полной смене парадигмы. Может быть, мои дорогие водолеи, это для вас. Вот такая внутренняя перемена вас самих. Хотя, надо сказать, по старшим арканам это проигрываются обстоятельства чаще. Но, значит, какая-то обстановка вокруг вас, может быть, вынуждает пересмотреть либо отношение к кому-либо, либо отношение к чему-либо. Может быть, это еще говорит о том, что, если мы говорим как раз про неожиданные события для перемен, и я сказала до карт, когда на смену чему-то то, что вас разочаровало, или какое-то время, словно, ведь башня – это всегда прообраз тюрьмы. Это какие-то были ограничения. И пусть мы прежде могли за эти стены подержаться, как будто, и нам казалось, что это наша цитадель, а плод. А здесь-то карта говорит, что нет, это просто наш был стереотип либо в отношении, повторюсь, к чему-либо, кому-либо. Но нам казалось это абсолютно правильно. Вот это смена парадигмы, когда уходит прошлое на его место, как будто место свободно, а пустот в природе не бывает, и, значит, должно зайти что-то новое. Давайте мы посмотрим, чему сейчас не время. И при всем при том девятка воды продолжает нам рассказывать о том, что у вас сейчас прочная позиция. По девятке воды – это когда мы выбираем самих себя. Да, это карта самодостаточности, уверенности, это когда действительно есть повод для радости, и что-то у вас получается хорошо. Или, может быть, известие по согласованию с конкретным документом, да, или контрактом, соглашением, по делам. Потому что хоть и кубки, но здесь не про эмоции карта, а именно, скорее, про деньги. Не случайно у нас прекрасная русалочка смотрит на алмаз. То есть есть какой-то материализм по этой карте. И когда, в принципе, знаете, у нас происходит такая метаморфоза отчасти, по крайней мере, для кого-то из вас, когда мне никто не нужен. Когда вот я сейчас выше всех. Вот есть такое значение, пусть не в этой колоде карт, но в других есть колоды, которые именно своего рода превосходство описывают. Именно по девятке кубков. Правда. Вроде бы все есть. Есть стабильность, есть уверенность. Но карты говорят, не будь самоуверен, может быть. Или где-то не расслабляйся. Ведь вестник воды нам говорит о том, что что-то может быть непродолжительно. Или какая-то ситуация в любой момент может поменяться, мои дорогие водолеи. Поэтому сказать, что в чем-то вы можете быть твердо уверены на этой неделе, нет. 50 как будто на 50. Это карта девятка воды в этой колоде. Исполнение желаний. Может быть, задерживаются, но не отменяются исполнение ваших желаний. Или одного какого-то желания. Потому что именно обстоятельства непреодолимой силы или какая-то обстановка как будто мешает тому, что вы хотите осуществить. А что же вам помогает? Вообще, это карта вас самих. Король воздуха. Очень интересное значение по этой карте идет, когда мы избавляемся от ментального мусора. Мне очень нравится. Именно в этой колоде. То есть от всего того лишнего наносного или прошлого. Или то, что не может быть продолжено. Но это очень символично вблизи как раз коридора затмений. И у нас 25 марта, пусть не на этой неделе, но кто-то из вас может эту энергетику уже чувствовать. Или словно подготовка моей жизни. Вы можете ощущать, правда, происходят действительно перемены. Может быть, наступил тот момент истинный, когда какое-то дело вам уже и не хочется продолжать. Вы понимаете, что сколько не вкладывай в какую-то тему, в человека или, может быть, в работу конкретную, усилий все равно, эквивалент будет одинаковый. И поэтому вот эта карта означает власть разума, интеллекта. Это про вас, мои дорогие. Конечно, правила, законы. Когда вы поступаете по закону буквально, когда вы не нарушаете систему иерархии, признаете, что, ну да, система, она выше нас или сильнее нас, как угодно. Можно это трактовать. Но когда мы не перепрыгиваем буквально через голову начальства, нам это помогает. Когда мы используем рациональные методы, не какие-то обходные пути, а мы аргументированно отстаиваем свою точку зрения или согласовывая какие-то документы, мы уделяем внимание мелочам. По этой карте что помогает? Может быть, вопросы с банком тоже могут решены быть положительно. Но благодаря тому, что вы и себя где-то подстраховываете и умеете правильно рассчитать, просчитать что-то наперед. Ну вот ваш интеллект от начала до конца, мои дорогие, вам помогает. Правда, нечего сказать. Давайте посмотрим в контексте башни, если мы говорим неожиданности, так что же скрыто? Вестник Земли. По вестнику Земли это как рыцарь Пентакли, который едет медленно. Это начало марафонского забега. Это начало какого-то как нового тема, новой темы в работе или, может быть, для кого-то из вас начало, ну не совсем бизнеса, а нового направления, я бы сказала и так. Или ремесла вашего. По этой карте у нас проходит трудолюбие и внимание к мелочам. Честность. Преодоление каких-то препятствий, разумные действия. Безусловно, по этой карте проходит выносливость. Но вот, наверное, в контексте 16 аркана выносливость, терпение где-то и как внимание к мелочам это будет помогать. Сказать, что кто-то от вас что-либо скрывает, я не могу. Это карта надежности, уверенности и, как я уже говорила, марафонского забега на долгий период времени. Может быть, это то дело, которое вы, мои дорогие водолеи, на этой неделе будете планировать. Как раз и означает длительный период времени. Какой-то вопрос у вас не получится решить быстро. Или наоборот, вы сами хотите себе такой надежный фарватер проложить на долгий период времени. Нет здесь скрытости, правда? Дело работы бизнес. Королева огня. Вот по этой карте это проходят те люди, которые сделали себя не просто сами. А вот такое значение, когда жизнь меня, может быть, и ставила на колени не раз. Но я каждый раз подымался. И пусть у нас королева, не король, неважно, кто меня смотрит. Увы, иногда по этой карте проходят такие ситуации, когда мы столкнулись с предательством. Или вопросы, связанные с родственниками. Иногда с близкими. Какой-то сложный период жизни, который вас закалил. И вот та ошибка, она вас сделала именно сильнее. Вы ее теперь не будете повторять. По этой карте идет правильная работа с информацией. И королева огня или королева жезлов очень удачлива в решении вопросов финансов. Вот где-то, видимо, все равно ваша деловая сфера, она будет основана как вот повестнику Пентакли. Внимание к мелочам. И что мне может помешать, что мне будет помогать. Вот какой-то четкий бизнес-план. И, повторюсь, много общения с людьми может быть. Причем, с учетом карты башня, для вас, мои дорогие водолеи, даже если будут обстоятельства или метаморфозы жизни, у вас все равно сильная позиция в том, наверное, что вы умеете как иррационально видеть мир, так и допускать иррациональное. И поэтому из любой патовой ситуации вы выходите победителем. Понимаете? И, значит, в зависимости от того, у каждого по-своему. У кого-то даже если это будут те новости, как будто, да, мы говорим по карте башня, происходят перемены, которые от вас не зависят. Может быть, на работе перемены. Реструктуризация какая-то вашей организации или места вашей службы, работы. Смена начальства, например, да. Новое начальство – это как новая метла по-новому метет. И для кого-то вокруг это может быть шок. Что же я теперь буду делать? Уже там с прежним руководителем было что-то оговорено, а тут все как с нуля начинай. А для вас, мои дорогие, вот какая бы ни была ситуация или какие-то другие внешние факторы, для вас все равно это будет означать возможности и сильную позицию. Где нужно, кстати, умеет королева огня промолчать. И ее отличает то, что она умеет хранить тайны, как свои секреты, так и чужие. И поэтому ей доверяют больше. Она анализирует эту информацию и каким-то образом все равно выводит свою парадигму. Она может на основании той информации, которую она получила, правильно сориентироваться в обстановке. Поэтому даже если башня, повторюсь, для вас сильная позиция. Что же у нас энергия денег? Нам говорят, что деньги есть, деньги будут, как бы, и по девятке воды нам тоже об этом сказали. Но двойка земли не говорят о большой сумме. Здесь больше идет игра с деньгами, жонглирование. И, кстати, сказать, пусть не в этой колоде, в другой. Есть такое значение – жонглирование пентаклями. Или как будто нам два пентакля хватит на всю неделю, и не в количестве будет стоять вопрос от умения нашего договориться с кем-то. Как будто придется и вашим, и нашим. Двойка – всегда дуальность, всегда взаимодействие. Где-то дипломатия. Но это может быть неизбежный вот такой метод взаимодействия с окружающим, потому что нам говорят, что у тебя сейчас сильная позиция. Но не время демонстрировать. Демонстрировать, может быть, отчасти, ну, не то, что свою состоятельность, но даже где-то то, что у вас все хорошо. Ведь мы не знаем, как люди реагируют. И завистников каких-то взрастить возле себя всегда – это минус. Поэтому где-то более незаметно быть или не рассказывать о себе много. Может быть, и будут, кстати, спрашивать. Кого-то могут быть такие любопытные вопросы. А как у тебя дела? А как у тебя решился какой-то вопрос? Или как у тебя дела в семейной жизни, в личной жизни? Вот помните, что вам где-то будет помогать молчание буквально. И надо сказать, по королю-то воздуха ваша карта, он не очень разговорчивый. Больше, чем он собрался кому-то рассказать, никаким образом из него не вытянешь. Поэтому пользуйтесь тем, мои дорогие водолеи, чем вас одарила природа. Но двойка земли – это некрупная карта. И, видимо, на этот период, вот недельный, вам нужно быть в таких энергиях. Иногда эта карта говорит «работа в команде». Или вам придётся, как я сказала, ну, может быть, и быть великим жонглёром, или манипулятором, или когда баланс находить между людьми, может быть, людьми сложными. С другой стороны, карта говорит «где-то и отдохни». Вот тот самый баланс между работой и отдыхом на этой неделе себе где-то, ну, ты должен отыскать. Уставшие люди делают ошибки. Личная жизнь. Может быть, вот такая перезагрузка, про отдых я имею в виду, потому что следующая идёт у нас карта солнца. Да, это карта удачи, это карта побед, это когда наши амбициозные планы имеют продолжение. Безусловно, раньше говорили, когда солнце выпадает, иди, у тебя всё хорошо. Да, понятно, бывают и минусы. Но в целом эти минусы, они тебе не мешают. Может быть, наоборот, ещё вот как с этой башней, открывают как раз возможности, мои дорогие. Но больше это карта выбора правильного направления, как минимум до конца 2024 года, если мы рассматриваем вопрос в дистанции по времени. Вот такая перезагрузка или где-то отдых, привести мысли в порядок, избавиться от того, что уже не может быть продолжено, повторяюсь, мои дорогие. Может быть, проанализировать, что для меня сейчас наиболее важно, чего я хочу добиться, и в этом направлении приложить все свои усилия. Для вашего знака зодиака на пороге какие-то добрые перемены, мои дорогие. Но где-то будет и зависеть от ваших, как и приложенных усилий, так и, знаете, правильного плана действий. Всё-таки план вам помогает от начала до конца, поскольку выпадает карта вас самих или короля воздуха в той позиции, которая вас как и радует, так и служит поддержкой. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова